Доброго дня, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, дядюшка Али Шоу, и я снова пришел радовать вас новой подборкой. И сегодня у меня для вас крутые и очень полезные вещи, которые я выискивал специально для вас. Много бессонных ночей, так что надеюсь оцените мои труды жирным лайком. А еще лучше смотри выпуск целиком, ведь в конце у нас конкурс на новенький смартфон Samsung Galaxy A51, который каждый из вас может выиграть абсолютно бесплатно. Думаю, вы и так все знаете. Вы же со мной уже давно. А все новенькие вливайтесь, так сказать, в коллектив и приятного просмотра. Поехали! Сейчас покажу вам довольно интересную вещичку. Она в первую очередь пригодится заядлым путешественникам и любителям полазить где-нибудь в горах или в труднопроходимой местности. И это такой вот малыш-мультитул, из которого собирается настоящий гарпун или что-то вроде того. Все выглядит довольно надежно и серьезно. Все части гарпуна из надежного металлического сплава, так что крепиться будет вполне хорошо. Конечно, товарчик, так сказать, узкоспециализированный, но для тех, кто подобным увлекается, он точно подойдет. А теперь мое любимое. Конечно, супергеройские штучки. И у нас здесь киновселенная Marvel, а точнее маленький такой атрибут бога грома Тора. Конечно, его величественный молот Мьёльнир. Правда, здесь он в маленьком формате и выполняет определенную функцию. Как вы уже поняли, это USB-флешка. Да-да, прикиньте, это самая настоящая флешка на 32 гигабайта и с высокой скоростью передачи данных. Ну что сказать про устройство. Я как фанат сериалов точно бы себе приобрел, потому что такой молот в кармане плюс 200% крутости. И друзья точно обзавидуются такому необычному гаджету. Ну а теперь, друзья мои, я покажу вам Тамагочи. Помните такой гаджет с питомцем внутри? Хе-хе, классное было время. Ладно, ребят, Тамагочи уже морально устарел. Сейчас вот такие создают гаджеты. Это мини-робот Эйлик. И он может стать для вашего ребенка, например, настоящим другом, который умеет общаться, передавать эмоции, петь и играть с вами в разные игры. Как по мне, это суперсовременный девайс, который будет весьма классным помощником в развитии ребенка. Да и просто для веселья и развлечений малыш тоже подойдет. Я сейчас не стану перечислять всех функций этого робота, их реально очень много. Лучше щелкайте по ссылке и проверяйте сами. Вам такой дружок точно понравится. Едем дальше. И хочу показать вам прикольную насадку для вашего крана на кухне или ванной. Его задача предельно проста. Он подкрашивает вашу водичку в разные цвета, в зависимости от температуры воды. Синяя холодная, а красная горячая. А вот если вы смешиваете водичку и делаете ее комфортной теплой температурой, то LED-подсветка станет зеленой. И это очень прикольно. Для создания атмосферы так вообще супер. Мы же в современном мире живем. И надо пользоваться его прелестями и украшениями. Ну, ребят, уж простите, я снова хочу вернуться во вселенную Марвел. Показать вам очень крутую вещь. Я сначала даже не понял, что это вообще такое. Но когда парень раскрыл, так сказать, все карты... Ой, ну вот я и проговорился. Это, блин, карты в стиле Железного Человека из легендарной киновселенной. Кейс от карт, как вам? По-моему, это просто пушка. Настоящее произведение искусства. Ну а сами карты... М? Что скажете? Круто же, скажите. Стильный черный цвет и, конечно, стилизация под Айронмена. Но что могу сказать, такими картишками играть будет по-особенному захватывающе. Прям как будто вы супергерои перекидываетесь в картишки с Капитаном Америкой, Халком и Тором. Хе-хе. А что здесь у нас? Если честно, я сразу скажу, нифига не понял, зачем мне эта штукенция. Но пусть будет в выпуске. Просто потому, что она необычная, что ли? Заинтриговал? Ну и еще, тут у меня крышка, которая позволяет открывать баночки холодненьких напитков, колы, например. Или как там сейчас, доброкола? В общем, эта насадка закрепляется на банке. С помощью резиновой кнопки создается вакуум, и потом жмем специальную кнопку, и бинго! Банка открыта! Но, блин, столько операций, ребят. Мне по классике проще, так сказать, дернуть за колечко. А вы как считаете? Как вы уже могли догадаться, сейчас будет товарчик для братьев наших меньших. А изобрели устройство профессионала из компании Xiaomi. И это, ребятки, умная поилка. А умная она, потому что сама понимает, когда животному нужно налить свежие чистые водички. И утолить жажду, так сказать. Да и вообще, хозяин сам может контролировать количество воды, и когда требуется, активировать поилку. Ну а еще стоит сказать, что там установлены сразу несколько фильтров для воды. Так что ваш мохнатый будет пить стерильную водичку. А вы будете спокойны, что ваше отсутствие у животного имеется что попить. А теперь немного о здоровье. А если быть точнее, про здоровье ног. Тут у нас классный массажный коврик, который поможет расслабиться вашим ножкам и получить порцию удовольствия. Это устройство работает по принципу электрических импульсов и стимулирует разные точки на ваших стопах. А ведь все мы знаем, что разные точки на стопах отвечают за разные органы организма. И с помощью точечной стимуляции ног можно подлечить весь организм в целом. Да-да, вот такое, казалось бы, мелкое и неприметное устройство реально может оказать огромную пользу. Так что хватайте на заметку. Ребята, приготовьтесь залипать по-полному, потому что у меня здесь чумовой конструктор антистресс. Это просто гениальное изобретение. В общем, в разборе это простой набор досточек, которые потом превращаются в прекрасную карусель для металлических шариков. К слову, собирать ее несложно и недолго, но уж больно увлекательно. Я бы прям с удовольствием позалипал за этим занятием. Ну так вот, в финале вы получаете такую конструкцию, по которой гоняют шарики. И выглядит эта поездка, особенно по спирали, просто бомбово. Есть чем хвастануть перед друзьями, потому что они такого 100% не видели. Как вам? Интересная штукенция? Пишите в комменты. Ну что, продолжим? И я снова немного поговорю с вами на тему супергероев. Вот каких вы знаете и кто ваш прям самый любимый кумир? А еще вопросик, у кого из супергероев самый мощный щит? Ну да, конечно, это очень легко. Это ж Капитан Америка и его щит из внеземного металла, который невозможно сломать. Так вот, здесь у меня как раз такой щит. Но только им не сражаться или защищаться нужно, а скорее подпитываться. Ну или питать вашу мобилку, потому что это зарядная станция для вашего телефона. Причем, как вы поняли, она беспроводная вообще-то. Технологии, ё-моё. Ну так вот, с таким щитом вы и мобилку с легкостью подзарядите и друзьям хвастанете оригинальным гаджетом. Не отходя от кассы, как говорится, сразу покажу следующую штуку. Да-да, она также полезна для мобилки, потому что это уже пауэрбанк, портативный зарядник для вашего смартфона. И выполнен он тоже в супергеройской тематике. На этот раз здесь изображен реактор самого железного человека. И вы только гляньте, как он прикольно светится в темноте при зарядке телефона. Блин, вот придумают же красоту. Теперь сиди и думай, что лучше Капитана Америку поддержать или Железного Человека. Воу, гайс, я, конечно, многие прикольные штучки видел, но такие часики вижу впервые. Вы сейчас скажете, то есть часики, это же вообще какая-то жидкость в какой-то ёмкости. А я отвечу, народ, это как песочные часы, только вместо песка такая гелиевая жидкость. Ну круто же выглядит, правда? Прям всё суперярко и такое милое, что ли. Не знаю, я бы в такие часики точно залипал сутками. Зрелище завораживает. Что думаете, хотели бы себе такую штучку для расслабления или просто как предмет интерьера? А что, вполне симпатично и необычно. Ой, чуваки, ну а это точно мой товар. Вот прям уже бегу заказывать. Даже рассказывать не хочу, вдруг вы сейчас вперёд меня всё раскупите. Ай, ладно, скажу по-быстрому. В общем, это массажёр. Очень, кстати, полезная вещичка. Он имеет несколько программ и просто супер помогает расслабить мышцы. Например, в конце рабочего дня, когда весь день просидел за компьютером, вечером этот дружок спасёт тебя в прямом смысле слова. Он расслабит и плечи, и голову можно помассировать, да и ноги, и тело, и руки. Всё что угодно. Кайфовая вещь, как по мне. Пойду скорее закажу. Ну что, вы ещё не устали от полезнятина, друзья мои? Если нет, псс, лайк там, нажимайте скорее, чтобы видосиков было много и все были интересны. А я вам пока такой вот универсальный электрический цифровой насос покажу. Крутая вещь на самом деле, потому что он суперкомпактный и с индикатором, который замеряет давление, и помогает накачать ваши колёсики, будь то авто, велика или мотоцикла, за считанные минуты. И вообще без вашей физической помощи. Просто выбираете на дисплее ваш транспорт, сверяете давление и нажимаете волшебную кнопочку. Всё, процесс пошёл. Пару минут дышим свежим воздухом и вперёд в дорогу, так сказать. Крутая вещь, определённо. И вот у меня новая вещичка, тоже, кстати, по-своему залипательная. Это набор из металлических трубочек, которые установлены на специальной площадке. И благодаря продуманной конструкции, они могут интересно вращаться за счёт своей кинетической энергии. Это когда они как бы сами друг друга разгоняют, что ли? Прикольная вещичка. Смотреть, как говорится, можно часами. А сейчас товарчик для всех автомобилистов. Это очень удобное устройство для замера давления в колёсах. Да, в современных авто такие датчики установлены по умолчанию. А вот в более скромных комплектациях они отсутствуют. И именно поэтому такое устройство вам подойдёт. В целом здесь всё просто. Есть сами датчики, которые устанавливаются по инструкции на колёса. А есть такая приборная панель, так сказать. Которая отображает данные о давлении в колёсах. И если что-то пойдёт не так, устройство укажет, какое колесо нужно срочно подкачать. И напоследок покажу тоже устройство для вашего авто, но не такое навороченное. Хотя, как посмотреть, здесь у меня освежители воздуха для салона. Но не совсем обычные, а в виде таких вот супер-турбин. И при подаче воздуха, как вы уже поняли, лопасти вращаются и издают звуки. Так что в салоне будет не только свежо, но и мощно. Ребят, ну вот и подошёл этот ролик к концу. Но у нас ещё остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A51. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. И ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Сергей Амок. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Всё, всем пока!